Приветствую вас. Понимаете, какая штука? Мы совершенно точно не скажем вам, почему мужчина закончил отношения по СМС. Потому что мы его не знаем. Нет, если бы вы рассказали про ваши отношения, если бы вы рассказали о том, какого он человек, какой вы человек, в целом, наверное, было бы легче. Понятно. Но сейчас, по большому счёту, это просто гадание. Вот, и всё. Ни больше, ни меньше. Другой вопрос, что порывное поведение мужчины вас задело. Благодаря вас. И, собственно, вот вы хотите, чтобы он изменился, условно говоря, для восстановления статуса КО. Ваши разговоры о своих мыслях с ним, это тоже желание доказать, доказать, что он был неправ. То есть, вам очень важно доказать, что он был неправ. Очень важно, чтобы он показал вам, что он был неправ. Я полагаю, что вы сомневаетесь здесь в своей ценности. Я полагаю, что вы сомневаетесь в том, насколько мужчина вас любил. Я полагаю, что вы были важны для человека. И я полагаю, что у вас были и, вероятно, есть некоторые желания, которые связаны с отношением к этому человеку. Вот и всё, вот и всё. Вот и всё. То есть, человек может сам не знать, почему он с вами расстался. Может быть, почувствовал то, что его испугался чувствительности. Может быть, испугался ответственности. Вот. Его оскорбление, ваш адрес после того, как вы написали, ему свидетельствует о том, что ему нет всё равно. А причин у этого может быть очень много. Поэтому, если человек не хочет идти на контакт, а вы не завершили отношения, то нужно помочь вам их завершить. И сделать это можно исключительно через психотерапию. То есть, это вот индивидуальная работа с вами, а вот разбор в себе и проживание. Проживание, 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 проживание. Проживание вот. Того, того, что вы чувствуете. Проживание того, что вы ощущаете. Да, вот это единственный способ. Отдельного момента заслуживает, отдельного внимания заслуживает история о том, что вы уже замужем и, собственно, являетесь родителем, являетесь мамой. Тут тоже вопрос. Как в эту ситуацию интегрируется ваш муж и ваш ребёнок. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация решится самым лучшим образом и вы сможете жить дальше. Дальше.